На исторической сцене Большого театра соберутся звезды мировой сцены. Там вручают международную премию «Браво» в области классической музыки. А через два дня в Государственном Кремлевском дворце объявят и победителей среди поп-исполнителей. Среди приглашенных знаменитостей – оперные звезды Витория Григола, Анжела Георгио, Алессандра Софина, голливудские звезды Джон Траволта, Хелен Мирон. А мировой балет представят Светлана Захарова и Сергей Полонин, который также сейчас делает карьеру в Голливуде. И вот сегодня Сергей согласился прийти к нам в студию. Сергей, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Очень хочется много всего с вами обсудить. Но вот первый вопрос все-таки про саму премию «Браво», ради которой вы сейчас в Москве. Вот в каком образе мы вас увидим в Большом сегодня? Сегодня я буду танцевать «Take Me to Church». Это номер, который в YouTube сейчас есть. Мы работали с Дэвидом Лешапелем над ним. Это важный для меня номер и танец. Это там, где 26 миллионов просмотров? Да, 26 с лишним. И я думаю, это тронет зрителей. Никогда не знаешь реакцию и свою реакцию. Сергей, почему вот этот выбор вы сделали? Почему именно это, этот танец? Это, не знаю, это была моей отправной точкой. Вообще я возвратился в танец из-за этого номера. Такой важный для меня танец. Лиля больше интересует все-таки искусство. А я спрошу о политике. Вот, Сергей, вы родились на Украине. Мы в нашем эфире рассказывали о вас 4 месяца назад, когда вы приняли решение, получили российское гражданство и показали даже, что сделали татуировки с портретом Владимира Путина. А также вы публично выступили в его защите. Но вы же понимали, это может как-то помешать, наверное, вашей стремительно развивающейся на Западе карьере. Почему вот вы пошли на такой шаг? Наверное, да, я подозревал об этом. Для меня важно, чтобы совесть, то есть своя совесть была чиста. И да, это был выбор, выбор в определенную сторону. Но для меня важна своя правда и то, что я думаю. На самом деле Россия – это такая дорогая для меня страна. И я как-то не люблю неправду. Ну вот действительно, вы своей жизнью и даже вашими татуировками, у вас, насколько я знаю, и украинский трезубец, и российский герб. Вот словно подтверждаете вчерашние слова Владимира Путина в Крыму, что у народов России и Украины нет проблем в отношениях. Проблема все-таки с нынешним украинским руководством у нас. Как вы считаете, дальше будут развиваться российско-украинские отношения? Я вот надеюсь, что это к чему-то хорошему приведет. И вскоре страны объединятся, и будут, наверное, отношения будут улучшаться. Я прям верю, я это вижу. И если я смогу чем-то помочь, потому что искусство этим и занимается, что оно соединяет. И вот если я могу как-то быть полезен, я с удовольствием буду все делать, чтобы страны налаживали отношения. Сергей, вы довольно неожиданно и внезапно ушли из лондонского королевского балета. Это сделано было буквально на пике вашей карьеры. Решили попробовать себя в новых направлениях, ну вот в том числе, как мы уже говорили, в Голливуде. Вот все-таки скажите, пожалуйста, чего именно вам не хватало в Лондоне? Вот не пожалели вы об этом решении? Это пришлось начинать, можно сказать, с нуля. На самом деле я работал очень много и всегда в одном месте, в студии. То есть 12 часов в день и сцена, и студия, и в принципе все повторяется. И хотелось увидеть мир, хотелось узнать, что такое вообще путешествовать, как другие индустрии развиваются. Просто узнать, что там, потому что с 9 лет я пробыл в закрытом помещении, в закрытых репетициях, и хотелось увидеть, что такое вообще мир. Я вообще не знал, не знал, не знал, что снаружи. И хотелось просто увидеть и попутешествовать, поразговаривать с разными артистами. Какая школа сейчас на вас оказывает самое сильное влияние, скажите? Школа? Школа балета. Не знаю, во всех школах есть свои плюсы и свои минусы. В России начальная школа очень сильная. Если бы я начинал, любое образование балетное – это с русской школы. Оно самое правильное, я считаю. Но потом разные страны по-разному развиваются. То есть в Англии интересно, что актерское мастерство очень развито на сцене. В разных странах разная какая-то специфика. Вот сложный сейчас будет вопрос. Джонни Депп работал с вами на картине «Убийство в Восточном экспрессе». Сейчас его карьера пошла под откос из-за обвинения бывшей жены. Он один из тех, кого зацепило вот это знаменитое движение «Митю». Вот лично вы как ко всей этой истории относитесь? Джонни Деппа я очень люблю. Он сейчас снимает новый фильм в Сербии. Мне предлагали, кстати, поехать посмотреть, но у меня времени не было. Ко всей истории есть и положительное, и отрицательное в ней. То есть мужчина всегда должен защищать женщину. То есть никогда не обижать ей. В этом месседж правильный, я считаю. Но всегда, когда, всегда уклон идет в одну сторону, и потом баланс находит в другую. И в Америке сейчас, конечно, перебор в этом направлении. Но я думаю, баланс возвратится в какое-то правильное русло. Потому что женщин нельзя обижать, но также нельзя, чтобы мужчины боялись заигрывать. То есть это же на этом и устроено все отношения. Отношения, жизнь человеческая. Да, да, да. Вот скажите, Сергей, вот вообще вам, как человеку, который привык, в общем, прямо говорить все, что он думает, вот как вам работается в этих новых условиях, когда весь мир думает над каждым словом, чтобы, не дай бог, никого не обидеть? Я делаю всегда, я стараюсь делать наоборот. То есть я всегда, вот, не знаю, если что-то движется в одну сторону, я пытаюсь это сделать в другую, чтобы не бояться этого. Понятно. Как это отражается на вашей работе? Вам трудно? На самом деле отражается, да. И теряешь какую-то работу, теряешь рекламу, теряешь связи. Но когда одна дверь закрывается, другая открывается, и очень вообще в моей жизни сейчас важна Россия, потому что это такой тыл, который, из-за которого я не могу упасть, и от России я могу двигаться дальше и уже возобновлять какие-то отношения и проекты. Вот, вы знаете, вот недавно все редакции все-таки вот пересматривали, я вот хочу напомнить, с чего мы начинали наш разговор, тот самый клип на песню «Take me to church». Все девушки, знаете, вот просто не отрываясь смотрели, совершенно завораживают, да, ничего подобного давно не испытывали. Вот скажите, Сергей, как на духу, имея такую невероятную силу воздействия на аудитории, вот как вы считаете, как ее лучше использовать, эту силу? Для меня тоже это такой урок. Я считаю, что танец может просветлять людей. То есть люди, приходя, они не должны ни о чем думать, они могут даже не понимать, о чем ты танцуешь, но что-то происходит. Происходит такой разговор души, да, и я разговариваю со зрителем, и зрители мне дают энергию, и что-то происходит волшебное, которое нельзя словами объяснить. Я называю это такое просветление, и через танец на самом деле можно, не обижая людей, давать им какой-то урок правильный, то есть какие-то ценности давать правильные в жизни. Вот, и танец – это идеальный язык, который можно использовать для подачи этих ценностей. Ну, такой заключительный традиционный вопрос. Какие ваши творческие планы, над чем вы сейчас работаете, что у вас в перспективе лежит, чем порадуетесь? Сейчас я только закончил съемки «Passion Simple» во Франции, это первый раз, когда я не танцор в фильме. А самое, наверное, главное, я свои проекты готовлю, которые привезу в Россию в апреле, в мае, и большой тур в октябре будет. Вот, и потом я повезу по миру и в Индии, и в Китай, и по Европе, и в Америке тоже. И все-таки нашли сегодня, в такой тяжелый, сложный, и очень интересный, и насыщенный день прийти к нам в студию сегодня, Сергей. Спасибо вам, что пригласили, очень приятно. Спасибо. В нашей студии был всемирно известный артист балета Сергей Полонин. Сегодня он выступит на исторической сцене Большого театра на церемонии вручения Международной премии «Брава».